Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас будет эфир о том, как поступить в британские университеты, что, я думаю, на сегодняшний день очень актуально для многих. И сегодня мы расскажем несколько интересных ситуаций и порядок поступления, а также упомянем дефицитные профессии. Сейчас я приглашу нашего эксперта Ксению Старостину, которая является магистром Лондонской школы экономики и успешно занимается увеличением шансов на поступление наших студентов в самые лучшие университеты для возможных из них. Если вы тоже хотите увеличить свои шансы и 100% поступить, а может быть даже поступить в супер-университет, то, пожалуйста, обращайтесь. Сейчас я приглашу Ксению. Что это такое? Доброе утро! Доброе утро, Ксения! Наконец, все технические вопросы разрешились. Да, мы все победили! Да, мы победили искусственный интеллект на 5 минут. Итак, давайте начнем. Я уже рассказала о том, чем мы здесь будем заниматься, я вас представила, может быть, так сказать, для разминки расскажем нашим слушателям о каком-то интересном кейсе. Вот, например, я помню, что у вас был ученик, который поступил в Сент-Эндрюс. Это университет, который здесь считается шотландским Оксфордом, и, наверное, слушатели знают, что его закончил будущий, я уже сказала, наш будущий король принц Уильям и его прекрасная королевишна Кэтрин. Вот, соответственно, насколько я помню, студент поступил на биохим, что является сегодня очень интересным в плане перспектив факультета. Кстати, мне кажется, немножко фонит, как будто бы звук, может быть, брать наушники или без наушников. Я без наушников, но могу попробовать с наушниками, чтобы было лучше. Ну ладно, давайте пока разговаривать. Ну, попробуем, да, попробуем, мне нормально слышно. Действительно, да, такой вот у нас прекрасная такая история, и таких историй много. Вообще Сент-Эндрюс обогнал даже Оксфорд с Кембриджем, по версии некоторых рейтингов в прошлом году, чему Сент-Эндрюс был несказанно рад, и он стабильно так или иначе в тройке, да, то есть Оксфорд, Кембридж и Сент-Эндрюс. Иногда у людей возникает вопрос, а почему в мировых рейтингах он не всегда так высоко, как в Оксфорд и Кембридж? И это связано, то есть в британских он всегда с ними, там на самой вышине, да, почему в некоторых мировых, например, QS не на столь высоком месте? Здесь нужно понимать, как рейтинг составляется. Дело в том, что когда сравниваются университеты мировые, там много показателей, по которым университет небольшого размера не сможет пройти вот этот отбор. А Эндрюс – это относительно небольшой университет по сравнению с остальными. Но что, кстати, сказывается на его очень такой теплой и классной атмосфере и студенческой вот этой, где себя друг другу знают, отвлеклась. Так вот, да, наш студент, мальчик из страны СНГ отучился в школе здесь, в Британской. Такая, знаете, школа для мальчиков, ну, вы прекрасно их знаете, эта школа. Она академическая, но при этом она не безумная, да, то есть это был такой крепкий, хороший ученик, но нельзя сказать, что, знаете, вот куда угодно, да, можно было поступить или… То есть это нужно было стараться, нужно было учиться, и главное, что все получилось. Биохимия – это действительно направление, которое очень востребовано и которое все время у нас в списках, которые в офисе публикуют востребованных профессий, на которые есть определенные послабления на получение визы рабочей. И поэтому направление очень перспективное. И интересная особенность Сент-Эндрюс заключается в том, у него много особенностей, но одна из, они очень внимательно смотрят на своих кандидатов, они не дают офферы, то есть предложение места направо и налево. Но если они решают человека взять, то требования по поступлению зачастую заметно ниже, чем, скажем, в аналогах, да, Оксфорде и Кембридже. И, собственно, здесь так и получилось, оффер у него был, три предмета, да, остается A-Level, оффер был A-A-B, и с тремя A туда наш ученик прекрасно поступил, уже начал учиться в полном восторге. Еще интересная особенность Сент-Эндрюса, там очень много лабораторного времени для учащихся. Это очень важно для вот таких направлений, связанных с наукой, с биологией, с химией, потому что для дальнейших шагов, например, для магистратуры, для PHD или даже для работы эти вещи будут играть роль. А что это значит? Как получить это лабораторное время? Дело в том, что вообще любая программа научная, она подразумевает, естественно, лабораторные навыки, работа в лаборатории. Но отличие как раз Сент-Эндрюса в том, что он дает возможность очень много навыков приобрести. А дело в том, опять же, приведу пример одного из наших студенток. Классика жанра в Великобритании, что после трехлетнего бакалавра нельзя поступить напрямую на PHD. PHD – это как докторская степень. Можно только через магистра. Магистра, мастерс в ресерч, исследовательского магистра, который как раз дает вот эти навыки. Но наша девочка, наша клиентка, отучившись как раз в Сент-Эндрюс, такие классные себе навыки приобрела и так много различных вещей научилась делать. Уехала, кстати, на год в Америку как часть своего диплома в University of California, который тоже очень сильный университет. Это целая плеяда университетов. По такому обмену на год. И в результате поступила в UCL на PHD сразу в обход магистра. Вау. Супер. Тоже вот история одной из наших клиенток. Ну, судя по тому, что вы говорите, есть много очень разных решений. То есть все это такие хитроумные пути, которые на самом деле, наверное, сложно самому продумать. Вот даже я бы, например, не догадалась. Да. И тут, вы знаете, тут еще такая интересная история. Ведь это даже не только, скажем, выбрать университет, да, выбрать направление, поступить. Это весь процесс потом, когда оффер пришел, что происходит вот в этот промежуток между получением оффера и получением оценок. Это зачисление. И потом мы же клиентов наших сопровождаем, мы говорим им, а какие лучше модули взять, как потом правильно себя повести, какие оценки должны быть в университете, чтобы потом не закрыть себе путь в так называемые graduate schemes. Это крупные корпорации всегда приглашают выпускников недавних на такие классные программы для молодых специалистов. Это очень, кстати, интересный путь, потому что там можно проходить ротацию в разных департаментах, пробовать разные навыки. Но, например, там есть минимальные требования академические. То есть там нет такого, знаете, вот все, диплом получил, и неважно, например, какие оценки. То есть даже учеба в университете, она имеет свои особенности. И, конечно, особенно в первое время очень важно, чтобы кто-то настроил правильно и наставил на путь истинный, чтобы потом мне было мучительно больно. Вот вы употребили такое выражение, что он получил оффер, то есть оффер был AAB. Я уверена, что многим слушателям это совершенно непонятно. Расшифруйте, пожалуйста, и что такое оффер, как он вообще получается, и что это за такие оценки, и вообще какие здесь оценки. Конечно, да. Оффер – это предложение места в университете. Дело в том, что в Великобритании заявка в университет подается до того, как ученик сдал финальные экзамены. Соответственно, заявка подается с прогнозируемым баллом, такой диктед грейд. И, то есть, с обещанием, по сути, данным школы, на какую оценку ученик работает. И школы в этом плане, кстати, довольно строгие. То есть они не завышают особенно. То есть они действительно опираются на предыдущие экзамены, на предыдущую работу ученика, потому что им нужно держать лицо перед университетом. Они не могут наобещать, потому что ученики плохо сдают, университеты перестают им доверять. Так вот, в системе A-Level британской три сдаются в классике предмета. Выбирается три предмета и сдаются в конце двухлетнего обучения три экзамена. И вот эти три оценки, они являются вступительными в университет. И если посмотреть, например, на сайте университетов, то в разделе Entry Requirements, требования по поступлению, есть всегда минимальные требования. Иногда есть еще указанные типичные требования. И они будут написаны как, например, A-A-A или A-100-A-A. Или как в случае университета Манчестера в прошлом году на направлении Computer Science требование было A-100-A-100-A-100. А надо понимать, что A-100 получает только очень маленький процент. Да, допустим, 5-7% учеников. Извините, я вас перебью. Я, наверное, еще сразу скажу нашим слушателям о том, какая здесь градация. То есть есть такие оценки, как A, которая считается оценкой отличной. Есть A-star, то есть A со звездочкой. Это как бы выше, чем отлично. То есть потрясающий результат, выдающийся. И есть оценка B, это что-то вроде нашей четверки. Ну и там нашей C. То есть как бы ниже B здесь обычно уже не котируются результаты. И вообще все стараются получить оценки A. То есть отлично. Ну как бы A-A-B это такой абсолютно нормальный, достижимый результат для ребенка, который, я бы сказала, Паши. Вот. Соответственно... Да, абсолютно верно. Да. И, соответственно, он сдал экзамены после 12 класса. Здесь в Великобритании 13 классов. И на основании вот этих прогнозируемых оценок он, соответственно, подал свои документы в университет, который сказал, да, окей, ты будешь нашим учеником, мы тебе даем условное предложение места, но после 13 класса ты должен сдать свои экзамены с оценками A, A, B. То есть как бы 5-5-4, если так очень грубо перевести. Да, да, абсолютно верно. Так называемые... Или, по-моему, в Украине это 12, да, там самая высокая оценка, да. То есть, соответственно, нужно было бы вот такой эквивалент набрать. Вот. И он, по-видимому, набрал, и все у него получилось. А теперь расскажите, пожалуйста, как вообще, откуда ноги растут? Почему биохимия возникла? Что там за семья? То есть они хотели, чтобы он туда пошел? Или он сам определился с профессией? Да. Вы знаете, да, семья сама в финансах, в бизнесе, но при этом давали сыну полную свободу определиться, посмотреть, что ему нравится. Как раз британские школы для этого великолепны, потому что есть возможность попробовать разные предметы. И если говорить как раз вот о науке, то это не зазубривание параграфа, да, а это именно эксперименты. Потрясающие учителя, он влюбился в биологию, влюбился в химию. И, соответственно, биохимия, как такая наука вообще о жизни, да, о начале-начале, как все происходит, его очень привлекла. И в будущем он хочет работать в индустрии. То есть он, наверное, не видит себя в лаборатории, за карта своей жизни, я имею в виду, допустим, в академии. Но, тем не менее, готов в индустрии там, где он хочет получать это образование, продолжать уже на совершенно другом уровне, да, искать работу. И как раз биохимия в списке и востребовала в любом их профессии. Я увидела, был вопрос у нас, какие экзамены сдавал этот студент. Предметы у этого студента были биологии на A-level, математика и математика повышенной сложности. Многие сильные студенты берут четыре предмета, не три, и сдают четыре. Тогда получается, что одна оценка запасная. То есть надо в университет показывать три, но если у тебя есть четыре, то у тебя есть еще... Ну, во-первых, это престижно, потому что даже на резюме своих зачастую студенты продолжают указывать те оценки, которые получили на экзамене A-level, даже устраиваясь, например, на первые работы. Ну и плюс это такая подстраховка. И, конечно, вот эта связка математика и математика высшая, ну, повышенной сложности, further math, продвинутая математика, она самыми топовыми вузами очень уважается, потому что считается, что если ты ее освоил, то ты семипядий во лбу, и все у тебя получится. Да, ну, математика — это святой грааль. Несмотря на то, что нам постоянно тут рассказывают сказки, какая в Англии легкая математика, но я пока не увидела, чтобы у 100% наших учеников были высшие оценки. В основном у 2% только высшие оценки. Да. Ну, знаете, мне кажется, тоже вот из опыта, мне кажется, это может быть связано с тем, что немножко по-другому построен темп программы. То есть действительно в начальных классах каких-то, если вот так вот просто взять и сравнить, русская математика в России, например, очень сильная школа математики, несомненно, но когда доходит до уровня вот уже после GCCA-level, там, по сути, начинается математика первых курсов университета, это алгебра и начало анализа. Это статистика, это механика с математической точки зрения, и там уже никто не может сказать, что это очень просто, и там действительно нужно разбираться, нужно учиться, нужно очень много апробатовать. Ну и здесь еще на том же GCCA фокус совершенно другой, то есть он направлен на умение ученика применять полученные знания в каких-то задачах, которые, может быть, он вообще никогда не решал. То есть они смотрят с точки зрения решения проблем, то, как ты можешь применить полученные знания, не то просто, как ты зазубрил какие-то теоремы или там прорешал примеры тысячу раз, и сейчас ты демонстрируешь решение тех же примеров. То есть здесь как бы совершенно другой подход в этом смысле тоже. Да, и абсолютно согласна, не могу здесь не добавить, когда экзаменатор проверяет экзамен, даже если ответ в конце неправильный, но правильный ход решения, ученик получит баллы. То есть это говорит нам о том, что они хотят посмотреть, как ученик мыслил, да, как он именно подошел к решению этой проблемы. Ну вот это вообще, наверное, мы сейчас подошли к ключевому отличию системы преподавания во многих странах СНГ, в отличие от британской. То есть там по-прежнему важна зубрёжка и выполнение того, что ты вызубрил. Тогда как здесь важно именно умение ученика самостоятельно мыслить, выходить за рамки трубчатого зрения. Это точно. Окей, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот последний вопрос про этот кейс. А где будет работать этот студент? Какие у него перспективы? В какие сферы, например, можно пойти в Великобританию с этой специализацией? И насколько вероятно его трудоустройство? Да, ну на данный момент из такого, это может поменяться, конечно, в процессе учёбы, но на данный момент его интересуют биотехнологические компании, в частности, те, которые занимаются такие на стыке финансов и науки, которые занимаются инвестированием. Например, есть целая плеяда компаний, которые вкладываются в перспективные, например, лекарства или технологии, потому что они сами учёные, они понимают, то есть у них есть это образование, но в то же время они бизнес-ориентированные. И они, например, у них есть определенные фонды, и они инвестируют в какие-то перспективные технологии, чтобы ускорить их выход на рынок, их тестирование, их реализацию. Супер такая интересная тема, динамичная. И вот пока план, наверное, вот такой, а дальше останется посмотреть. То есть это стык такой, знаете, и науки, и бизнеса, и индустрии. Это очень перспективно. Я сейчас вообще в последнее время очень радуюсь, если у меня появляются ученики со склонностью к естественным наукам и в частности к биологии, потому что, мне кажется, в наших странах еще не осознают, насколько это важно, тогда как уже сейчас происходит миграция биологии с информационными технологиями в частности. И те, кто знают биологию, они будут, не побоюсь этого слова, владеть миром. Да, это точно. Биоинженерия, биоинформатика тоже, кстати, в списке самых вот этих вот нехватки, shortage, occupation list, да, которых страна хочет, чтобы такие появлялись специалисты и приезжали в страну. Да, поэтому обращусь к нашим слушателям, если вы желаете, чтобы ваш ребенок здесь трудоустроился после того, как он здесь отучится, это очень вероятно, но просто нужно выбирать специальную сумму, да, ту, которая дефицитна для того, чтобы его отхватили с руками и ногами. Да. Окей, давайте теперь перейдем к новому этапу и расскажем про clearing, да, то есть что происходит, если ученик не добрал баллы, например, обучаясь в британской школе, он не добрал баллы, которые университет как бы ему предложил набрать и дал ему условное предложение места. То есть как бы теоретически он теряет это место, но в реалии, во-первых, не всегда, во-вторых, есть возможности пойти вот на этот clearing. Расскажите, пожалуйста, потому что я думаю, это совершенно непонятная терминология для слушателей. Да, это действительно особенность такая британской системы. Система выстроена, на мой взгляд, очень хорошо и очень логично. Дело в том, что можно податься в пять университетов. Допустим, все пять нам ответили, да, мы вас берем, и выставили условия. Из этих пяти мы должны выбрать два. Один как основной выбор, куда больше всего хочется пойти, и один как запасной. Запасной должен быть чуть ниже по требованиям, иначе он не сработает как запасной. То есть мы остались с двумя университетами. Допустим, в первом нашем университете требования ААА у нас по офферу, а во втором, допустим, ААБ. И дальше мы получаем наши оценки. И если ученик выполняет условия требования своего самого высокого, он зачисляется в свой вот этот первый выбор. Все. Отлично, да? Ура. Если он не прошел в свой первый, а получил, например, оценки ААБ, то он автоматически зачисляется в свой запасной вариант. Для этого запасной вариант и есть. Тоже все хорошо. Что происходит, если ученик, например, получил BBB, и при этом университеты на это посмотрели и сказали, «Нет, мы не будем тебя брать с чуть меньшей оценкой». Здесь сделаю маленькую ремарку. Иногда некоторые университеты, если оценка отличается совсем чуть-чуть, или, например, ученик получил ААААБ, это все равно другая комбинация, да? Но они иногда все-таки берут. Но здесь зависит от университета. Если это университет топовый, то даже маленькое расхождение означает отказ. Начинается процесс, который называется clearing. Что это такое? Университеты, в которых остались места, публикуют вакансии. А почему остаются места? Потому что ученик же подается в пять, а выбирает он из них два или даже один. Получается, что кто-то мог... Так, что-то у меня звук пропал. Он, допустим, не выполнил условия. Да, не выполнил. Отлично. Или, например, он не выполнил условия этого университета. Опять же, место свободно. И таким образом, вот эта вот процедура, когда можно посмотреть, где остались места, какие туда требования, и уже со своими реальными оценками в конкретный точечный университет податься и поговорить с ними, пообщаться и, соответственно, получить туда предложение и место. Скажите, пожалуйста, возникает логичный вопрос. А этот университет, куда он как бы может попасть, он будет сильно ниже, чем изначально желаемый университет? Зависит от университетов, но в клиринге регулярно участвуют, в том числе, университеты расов групп. То есть есть, конечно, университеты, которые не участвуют в клиринге никогда, например, Сент-Эндрис, Оксфорд и Кембридж в их числе, но при этом, например, в этом году Ворвик участвовал в так называемом preliminary clearing с некоторыми своими программами. Это то, что происходит до 9 августа, с 5 июля по 9 августа. А вот уже в основном клиринге после объявления результата Pay Level, который идет со середины августа, он уже не участвовал. А почему он участвовал раньше? Потому что ребята, которые делают программу IB, они получают свои оценки 5 июля. Это просто пример, да, Ворвик, один из топовых университетов. Вот, пожалуйста, у UCL бывают программы в клиринге, а Queen Mary всегда практически участвует в клиринге. Да, я просто объясню слушателям, что UCL – это университет, который, по сути, конкурент Оксфорду часто воспринимается здесь как таковой. Расскажите, пожалуйста, про вот кейс, когда девушка поступила через клиринг в университет Queen Mary, тоже университет Russell Group. Да, 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 да. То есть было желание изучать у девушки очень такой выраженный бизнес и маркетинг. В Queen Mary как раз хорошая программа на этот счет. Вот были чуть более амбициозные планы по университетам, но на экзамене что-то пошло не так. И в результате через клиринг она попала на эту программу. И Queen Mary, не надо забывать, это университет Russell Group, да, это Лондон. И таким образом вот система, да, сработала, и она теперь там учится, и все прекрасно. Да, я просто еще хочу объяснить слушателям в очередной раз, да, я часто об этом пишу, то, что здесь крупные работодатели предпочитают все-таки, чтобы был университет из группы Russell, куда входят 24 университета, включая Oxford и Cambridge. Поэтому выбирая университет, будьте очень осторожны. Я, например, когда у меня сын подавался, я ему сразу сказала, он у меня был не очень старательный ученик, но я сразу сказала, что мы будем платить только за группу Russell. И сейчас это на самом деле отрабатывает, потому что все совершилось очень неплохо, несмотря на то, что университет не из топа групп, но он все равно в этой группе. И, соответственно, закончится отличием, и когда он пишет в своем резюме название университета, то есть диплом с отличием, университет Russell Group, все круто, он сразу выделяется, он сразу в топе тех, кого приглашают на собеседование. Вот и все. Поэтому всем рекомендую очень аккуратно относиться к выбору университета. Да, и я тут даже... Да, извините, продолжайте. Да, и хотела сказать, что очень важно отнестись, очень важно внимательно отнестись к выбору предметов на том же E-Level или на IB. Это касается тех, кто сейчас или планирует в следующем году поступать на эти программы. Неважно, в какой стране вы учитесь, но если это международная школа, да, то выбор неправильный этих предметов может носить, по сути, судьбоносное, не самое для вас благоприятное решение. Вот, поэтому расскажите, пожалуйста, про вот этот выбор. И у вас был кейс, я помню, ученика, который в Дубае поступал на IB. Да, вы знаете, к сожалению, практически каждый год мы с этим сталкиваемся, когда к нам обращаются клиенты, уже учась, да, допустим, в последних классах, в международных школах, еще где-то, и уже выбрав предметы до того, как вот мы с ними пообщались. И, например, вот этот вот юноша, он точно был уверен, что он хочет учиться на физике, при этом в Великобритании. Но как-то так получилось, непонятно как, что до того, как он к нам пришел и стал нашим клиентом, ему школа посоветовала, тебе будет попроще, возьми, да, физику high level. Напомню, что в IB у нас 6 предметов, и 3 берутся на high level, повышенная сложность, и 3 на стандартном. Физику, да, бери на повышенном high, а математику возьми стандартную, тебе так будет попроще. Дело в том, что невозможно поступить ни в один топовый университет, и даже не в топовый, просто в хороший университет, на направление физика в Великобритании, в Канаде, без математики high level, причем определенной спецификации. Это был совершенно шок для семьи, они совершенно этого не подозревали, и очень повезло, что они пришли к нам вот в конце сентября, в начале октября. То есть программа IB только началась, и поэтому мы помогли им вести переговоры со школой, да, и объяснили вот эту вот важность, потому что тоже школы, как вы прекрасно знаете, их надо убеждать часто, да, не то, что, а, давай, меняй. Так вот, ему разрешили поменять предмет, и он нагнал, и в результате он получил оффер вот как раз на физику Ворвик, потому что Ворвик там очень сильная школа физики. Если бы они обратились чуть позже, даже на несколько месяцев, например, они обратились бы зимой, все, школа бы ему не разрешила. А программа IB отличается тем, что в отличие, кстати, от 11, где можно пойти, допустим, во внешний колледж, да, потом и пересдать, с IB так не получится, потому что там именно вот эта вот цельная программа, которая включает в себя очень много элементов дополнительных, помимо предметов. Поэтому я очень рада, что они пришли к нам вовремя, и что эта история закончилась так, а могла закончиться иначе. Да, поэтому обращаемся ко всем, у кого сейчас дети учатся, начали только изучать программу ELEVEL, программу IB, то есть если вы хотите что-то поменять или посоветоваться, то это нужно делать просто немедленно. Вот, ну и те, конечно, кому это предстоит, имейте в виду, что судьбоносное решение, выбор предметов, и этот выбор осуществляется, ну, условно, там еще, наверное, в январе, в январе 11 класса, да, во многих школах они начинают об этом задумываться. То есть если сейчас ребенок либо в 12 классе, либо его предстоит поступление в британские школы, либо в 11 классе американской школы, то, пожалуйста, задумайтесь о выборе предметов. Знаете, хотела еще быстренько, вот предыдущее, то, что вы сказали по поводу университета, вспомнилась мне история, недавно была, когда к нам обратились люди и говорят, вот мы хотим поступать на магистратуру, правда, уже вот в этот университет, на это направление, и я говорю, а почему же этот? Потому что дело в том, что этот университет не то, что второго эшелона, а он третьего эшелона, то есть он совершенно не котируется среди работодателей, там не очень сильный преподавательский состав, у них не очень много денег на гранты, на развитие исследований, а они так, знаете, нацелены прямо вот только туда. Они говорят, мы видели рекламу, это такой хороший университет. Дело в том, что университет потратился в различных странах за рубежом на маркетинговую такую план, программу, и люди были в полной уверенности, что это действительно лучшее место, а дело в том, что стоимость обучения там, она практически идентичная стоимости обучения в совершенно других местах. И вот такие истории тоже случаются, и тут тоже важно очень посоветоваться с экспертами, чтобы, опять же, не совершить ошибку. И, как вы сказали, да, как у вашего сына получилось, то есть идти в правильный вуз, чтобы потом иметь больше шансов для трудоустройства. Вот у нас был вопрос, какие предметы брать на LL лучше? Это зависит от направления, это зависит от направления, это зависит от университета, то есть нельзя ответить, что вот только такие. Но держится та вот максима, да, которую мы сказали, что математика – это царица наук. В принципе, если взять математику, на любое направление, даже на fine art, да, на искусство, не промахнешься, потому что это уважительно, соответственно, к этому относится. Но все зависит от направления. Да, и, наверное, от того, от того, с чем ребенок в результате определился, да, то есть он сначала должен определиться с направлением, вы совершенно верно сказали, и потом уже смотреть на конкретные университеты. Окей, давайте теперь поговорим о том, что делать тем, кто на сегодняшний день обучается в странах СНГ на первом курсе или, может быть, на втором курсе, и они решили, что это не мое, или решили, что нужно срочно уехать из страны, как сейчас происходит в России. Что мы им посоветуем? Мы посоветуем им срочно обращаться к нам. Дело в том, что после первого курса и после второго можно поступить в британский университет на то же самое направление, которое изучалось, нужно, чтобы совпадали предметы. Если направление меняется, то тогда это делается через программу Foundation. Да, нулевой год университета, который как раз существует для международных студентов, как правило, которые учились по какой-то такой школьной программе, которая не позволяет им поступить сразу на первый курс в Британию. И у нас куча примеров. Кстати, в этом году поздно летом к нам обращались ребята, к нам обращалось очень много ребят, например, из Киева, которые там закончили первый курс, закончили второй и срочно, конечно же, смотрели альтернативные варианты, уезжали и поступили успешно в университеты как раз в Рассел Групп, в шотландские университеты, в английские. И, собственно, сразу после своего там окончания первого или в другом случае второго курса стали... То есть я правильно понимаю, я правильно понимаю, что сейчас, в принципе, можно успеть поступить на Foundation, который начнется в январе? Все верно, да, есть отдельные foundations, которые начинаются в январе, то есть это будет учеба с января, по сути, и до конца лета, но это все равно позволит податься в цикл заявок в университеты на поступление с сентября... с начала учебы в сентябре 2023 года. То есть это, на самом деле, такой прекрасный шанс, и сейчас вот прям сейчас нужно это делать, чтобы успеть получить визу, чтобы успеть все необходимые вещи сделать для того, чтобы учиться на Foundation, и нужен экзамен IELTS языковой. В России его сейчас сдать нельзя, то есть нужно будет куда-то выезжать, но у нас очень многие так делают. Это требование именно на получение студенческой визы для Foundation. Должен быть экзамен IELTS, и он должен быть именно в спецификации UKVI, академик UKVI. Дело в том, что есть просто IELTS академик. Во-первых, есть академик и дженерал, а внутри академика есть обычный академик и UKVI. С точки зрения материалов экзамена они идентичны, то есть готовиться как-то иначе не надо, но по-другому процедура обставлена, как он сдается, то есть процедура сдачи экзамена UKVI, то есть это как раз-таки UKVis and Immigration, которая позволяет получать визу, она более строгая с точки зрения отслеживания, что это именно тот человек, который сказал, что это он сдает этот экзамен. Просто, опять же, частая бывает ситуация, когда люди занимаются, допустим, где-то своим репетитором на каких-то курсах издают не тот экзамен, и потом приходится пересдавать. Так вот, да, понадобится этот экзамен, если мы говорим про программу Foundation, но с Foundation'ами все решается довольно быстро, поэтому можно это все сделать очень оперативно и уже не моряно начать учиться. Какие шаги нужно предпринять? Ну, во-первых, связаться с нами, тогда в остальном все будет в порядке, но если говорить про шаги, то, да, понадобится вот этот вот языковой экзамен, нужны будут выписки оценок, переведенные сертифицированным каким-то бюро переводом или нотариальные последнего года, да, допустим, аттестат школьный, или если мы говорим про того, кто уже отучился на первом курсе, нужны будут оценки за первый курс и школьные оценки в том числе. Дальше начинается вариативная в зависимости от того, на какой фундейшн мы поступаем, потому что, например, если это внешний провайдер и есть у них очень хороший, а есть не очень хороший, тут тоже надо выбирать, то тогда процесс немного проще, наверное. Либо бывает, что на фундейшн, если они уже встроены, если они уже на базе университета и реально как нулевой год, так что на первый курс потом не надо подаваться, автоматом человек переводится, тогда заявка идет часто через систему ЮКОС, о которой мы с вами до этого говорили. Но документы можно уже начинать готовить. Ну, их нужно начинать готовить, потому что им нужно будет еще визу успеть получить, да? Поэтому я бы сказала, что если кто-то хочет срочно отправить, извините, своего ребенка, то нужно делать это вчера, то есть ноги в руки и бежать. Но я хотела просто озвучить нашим слушателям, что такие шансы есть. И вот, может быть, вы расскажете какие-то истории успеха, связанные с поступлением на фаундейшн? Я помню, был с университетом Лавбара, да? Да, у нас на самом деле много таких историй. Вот Лавбара как раз тоже по направлению биоинженерия, да, которая, в общем, близко к тому, что мы до этого обсуждали. Мальчик отучился в крупном городе в России в школе, закончил 11 классов, нормальные хорошие оценки, пятерки, четверки, и поступил с нашей помощью на фаундейшн как раз-таки университет Лавбара. Лавбара – это такое немножко исключение, он не входит в Russell Group, но конкретно по вот этим направлениям, биоинженерия, инженерия, какие-то смежные специальности, он очень высоко котируется. То есть тут еще надо знать, в каком университете какая школа более сильная, или какой департамент котируется среди специалистов, котируется в индустрии. И, соответственно, когда, как мы уже сказали, когда эта программа встроена, то получается, если успешно закончить, выполнить требования, они не космические, они, да, надо хорошо учиться, но при этом, если ты хорошо учишься и стараешься, то это вполне реально. То ты автоматом переводишься на первый курс и, собственно, продолжаешь свое обучение. И тогда получается, что ведь в Великобритании бакалавр стандартный это три года учебы, в Англии конкретно, в Англии. Три года. С фундейшном получается четыре, то есть по времени, получается, человек ничего не теряет, если после 11 класса поступает на фундейшн. Меня, честно говоря, вообще всегда это очень развлекает, что ли, когда мне люди говорят, вот он теряет год, я говорю, а вы что, на работу ребенка стараетесь как можно скорее выгнать? Может быть, он наоборот приобретает год своей молодости? Скажите, пожалуйста, Ксения, вот по поводу поступления на такие дефицитные специальности, как медицина. То есть мы знаем, что если ты учишься на медицине, то тебя здесь уже чуть ли не с третьего курса рекрутят, и твоя, в общем, профессиональная деятельность, она гарантирована здесь, в Великобритании. То есть можно ли через фаундейшн поступить на дантиста или на другие медицинские специальности? Да, это возможно, это возможно, есть, причем поступить в очень сильные университеты, не то, что в какие-то, потому что, в общем-то, все, вообще в Великобритании всего 37 медицинских школ и 14 на уровне бакалавра стоматологических, плюс 2 на уровне следующем. То есть они все очень, они все аккредитованы, они все котируются, и есть программа фаундейшн, которые позволяют в определенные школы, вот из этих поступать после фаундейшна. Хочу сказать, что на медицину, на стоматологию, конечно, очень высокий конкурс, и есть всякие дополнительные требования, то есть это целый процесс, нужно готовиться к определенным интервью. Появился? Да. Нужно иметь определенный профиль, отлично, нужно иметь определенный профиль. Иностранные студенты вполне могут поступить на медицинский, цена, конечно, для иностранцев выше, чем для своих, то есть на медицину мы говорим о таком, и с томатологией, мы говорим о таком разбеге. Пять лет, да, вот это вот основное обучение, как правило, по-разному построены программы, но, как правило, два года это учеба, а три это уже с элементами клинической практики, и, соответственно, первые два года часто бывают чуть дешевле, а последующие три дороже. Например, во многих университетах мы говорим о таком порядке, как 25-40 тысяч на первые два года и 40-78 тысяч на последние три года. Скажите, пожалуйста, а если про обыкновенный бакалаврят говорить, то есть, понятно, гуманитарные специальности дешевле, научные специальности дороже, но вы можете ценовой какой-то разбег дальше? Хороший ориентир это 25 тысяч фунтов за год. Есть более дорогие университеты, например, Эдинбург или Кингс Колледж, там порядка 30 тысяч стоит год учебы, мы говорим сейчас только про учебу. Есть отдельные университеты, где подешевле, например, Усть-Минстер, университет Лондона или Ковентри, они порядка 15 тысяч фунтов, 15-17. Это только учеба, правильно? Еще плюс проживание. Плюс проживание, да, тот минимум, который нужно показать для получения визы, это тысяча с небольшим фунтов на 9 месяцев на академический год. То есть нужно показать еще наличие порядка 10 тысяч фунтов на счете. Окей. И, наверное, стоит еще озвучить, да, в завершении уже нашего эфира, потому что нам нужно будет закругляться, то, что есть еще такая вещь, как магистратура для взрослых. И я думаю, вот особенно сейчас это может быть интересно тем, кто хотел бы эмигрировать из России, да, то есть это хорошая возможность через учебную визу закрепиться здесь, так как магистратура длится всего лишь один год, и после этого у вас есть возможность в течение двух лет искать работу и дальше уже обзаведясь работой выстраивать свой путь к ЛНЖ. Можете в двух словах про это сказать? Для какого-то возраста сколько стоит? Ограничений по возрасту нет. У нас есть примеры, когда у нас поступали люди успешно в магистратуру абсолютно разного возраста. 40 лет, 50 лет, выше 50 лет. То есть это действительно там 30 лет 30, так называемый, да, то есть полный в этом плане разные-разные возраста. Действительно, это один год. По стоимости обычно это порядка тоже 25-30, но это один год, да, тысяч фунтов за год. Магистратуры есть огромный выбор. Это очень, можно найти себе любую интересную специализацию, причем, если ты закончил магистратуру, ты полноценный выпускник этого университета, все, ты его оламни, ты котируешься, грубо говоря, ну, так же, да, у тебя те же шансы в плане, например, да, как мы сказали, получение graduate визы, которые дают возможность устроиться на работу и так далее. Так вот, огромный выбор, можно действительно выбрать классный университет, и хочу сказать, что в некоторые топовые университеты даже проще поступить на магистратуру, чем на бакалавра. То есть можно... Например, в Оксфорд. Да, можно даже замахиваться вот на такие имена и реализовать какие-то амбиции академические и мечты. Да, спасибо. Вот я думаю, мы ответим на вопрос, там было по поводу bridging year, и на этом закончим. Да, наверное, имеется в виду gap year, я так подозреваю, дело в том, что студенты западные иногда после окончания школы не идут сразу в университет, а год берут себе на другую деятельность. Что тут важно знать? Иностранный студент не получит визу на этот gap year. Это значит, что на этот gap year, допустим, если он отучился здесь, он будет где-то, да, здесь, допустим, по учебной визе отучился школьный, если мы говорим про школы, да, допустим, пансионы. Если он сразу поступает в университет, то он может прямо в стране визу поменять, и тогда это все быстро и легко, и не надо волноваться, сколько визы подают. Если вдруг начинается gap year, то тогда придется потом подаваться, соответственно, из своей страны, где-то резидент. Вообще gap year должен тратиться на разумные вещи, то есть это не для того, чтобы развлекаться и веселиться, а по-хорошему gap year это чтобы набираться опыта, кому-то, кого-то чему-то учить, учиться самому, потому что если ученик этот gap year берет, то да, можно сделать заявку в университет, уже предупредив университет, что я пойду к вам учиться через год, но тогда нужно объяснить почему. Нужно дать какую-то хорошую, нормальную причину. Почему это будет для тебя плюсом, и ты будешь более интересен как студент, и более успешен в нашем университете, если ты этот год возьмешь. И причина, что я хочу отдохнуть, или, например, мне надоело учиться, она, конечно, не подходит нам. Поэтому я бы советовала быть крайне осторожными с gap year. Плюс еще есть такой момент, что, знаете, такой академический запал. Ты когда LL сдал, ты вообще находишься на пике своего интеллектуального развития, я так думаю, ну или на одном. А потом уже можешь не очень захотеть. Да, и потом может быть тяжеловато вернуться, поэтому к этому надо относиться очень аккуратно. И если все-таки ученик gap year делает, да, берет, тогда нужно очень четко понимать, зачем, что он в это время делает, где он работает, какого опыта он набирает, чему он учится, чтобы потом это не вышло боком. Окей. Ладно, Ксения, спасибо огромное. И спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Мне нужно прерваться, потому что грядет консультация, очень много заявок. Семпябрь у нас очень-очень насыщенный месяц. Поэтому все, пожалуйста, пишите, ответим каждому в самые ближайшие сроки. Спасибо. И всем хорошего дня. Спасибо. Хорошего дня. Хорошего дня. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова